Всем привет! Вот она наша футболочка, наша выклеечка. Я скроила уже на рост 104, перезад. Вот такую звездочку будем делать, пока нам понадобится только передняя часть. Я помечаю серединку, чтобы ровненько легла наша звездочка. Сейчас вот по линеечке еще это отмечу. Все это делаю мылом, чтобы это было не очень заметно. Так, я беру такую же рябану, такого же качества, только черного цвета. Квадрат этот должен вмещать нашу звездочку, тоже еще где у нас лицевая сторона. Нахожу серединку и совмещаю наши серединки переда и нашей аппликации. Еще раз проверю, как входит наша звездочка и буду прикалывать. Прикалываем нашу кулерку по центру. Немножко она не ровная получилась, но главное, чтобы звездочка вошла. Все, по кругу я прикалывала. Вот все у нас входит, все отлично. Теперь с лицевой стороны находим тоже центр, середину. Так, иголку перекалю. Вот так. Помечу немножко в двух местах. Все, прикладываю нашу звездочку и обвожу ее мыльцем. Вот так вот, не очень хорошо вам видно, мне видно хорошо. Проверяю уголочки, чтобы все у нас с нижней тканью совпало. Каждый уголок я еще раз сейчас прикалю. Везде прикалю его, чтобы было удобно строчить. Все, проверяем еще раз. Сейчас будем строчить. Так, все, теперь по нарисованной звезде я буду прямой строчкой строчить нашу звездочку. Выстрачивать ее как бы просто по контуру. Вот так вот. Видите, как получилось. Все, теперь нам нужно раздлиновать ее. Начинаем с самой широкой части. Видите, вот здесь я решила провести полосочку. И между ними полтора сантиметра. Все, проводим параллельные линии. И таким образом мы замечаем всю звездочку вверх и вниз. Вот так. И сейчас я буду строчить каждую вот эту линию. Вот так вот, смотрите. Вот так вот получилось. Все, теперь убираем все вот эти иголочки. И можем теперь около строчки срезать все лишнее. Все лишнее. Вот я ее срезаю примерно на 1-2 миллиметра от строчки. И теперь, смотрите, я буду каждую полосочку посерединке, примерно посерединке, делать надрезик такой сначала. Но только верхнюю ткань, да, вы поняли уже. Нижнюю нельзя задеть. Аккуратно ее надрезаем. Вот, и потом, по центру, не доходя до строчки, тоже примерно 1 миллиметр, разрезаем каждую нашу вот эту полоску, которую мы отстрачивали. По центру примерно, чтобы это было все. Так делаем со всеми строчечками. Вот как-то так у нас получается. Можно еще их немножко срезать на 2-3, даже 5 миллиметров. Ну, чтобы как бы чуть-чуть побольше видно было вот нижнюю вот эту черную часть. Она закруглится, загнется краешки и будет все чудесненько выглядеть. Вот, смотрите, вот такая звездочка у нас получилась. Все, начинаем уже собирать нашу футболочку. Берем спинку и соединяем плечевые швы на оверлоке. Вот таким образом их соединяем. Теперь складываем ее пополам, скалываем плечевые швы, выравниваем края. Нам нужно промерить нашу горловинку. Ставим на ребро сантиметровую ленту. У меня получилось 19 см. Вот я выкроила нашу горловинку. Она у меня получилась 28,5 см. Все, теперь я ее соединяю, на машине соединяю. Теперь складываю пополам. Нахожу ее центр серединочку, помечу иголочкой и находим центр с полочки и со спинки. Так, все, теперь мы будем укладывать нашу горловинку. Берем наш шовчик, который, да, вот тут где стык, он будет у нас на спинке. Соединяем его со спинкой, прикалываем. Переднюю прикалываем к переду, серединочку. Все, и теперь уравниваем, растягиваем и все это обкалываем и будем соединять на оверлоке. Растягиваем, притачиваем на оверлоке нашу горловинку, растягиваем ее по нижней части. Все, вот так вот получилось она у нас. И теперь на распушивальной машине я буду ее как бы отстраивать двойной строчкой. Вы можете это делать двойной иглой, либо просто трикотажной строчкой, либо не делать этого вовсе, просто заутюжить. Ну вот, все, наша горловинка получилась, все закрылось внутри. Теперь будем втачивать рукав. Вот 9 меточки у нас на выкройке, и я их перенесла на наш крой. Все, будем теперь вкалывать рукав. Соединяем меточки, краешки, серединка с плечевым швом. Все скалываем и будем втачивать. Так, все, втачиваем наш рукавчик. Начинаем так. Иголочки убираем, подправляем снизу, чтобы ничего лишнего не срезать. Все делаем аккуратно, не торопясь. Вот рукавчики мы втачали. Все, нам осталось только соединить боковые шовчики. Проймочки наши скалываем. Рукавчик и низ изделия. Все это скалываем. Истачиваем по боковым швам. Вот все у нас стачало, все готово. Осталось только подшить рукавчики. Подгибаем наши рукавчики на ту подгибку, которую мы оставляли во время кроя. Вот смотрите, как мы сейчас будем делать на шве. Вот находим то место, где будет сгиб. И рассекаем немножко шов. Но не до конца, чтобы не было дырочки. Теперь в разные стороны разводим припуски. И все скалываем. Он будет тонким и незаметным. То же самое делаем, когда подгибаем низ изделия. Смотрите, я рассекаю. И в разные стороны наши припуски развожу. Так, все, теперь можно это все скалывать. Подшивать я буду на машинке распрошивальной. Вот я уже подшила, смотрите, у меня теперь машина есть такая. И краешки вот эти я их обрезала. Вот наша готова футболочка.